Третий год подряд в Иванове проходит молодежный светский бал. Число желающих погрузиться в атмосферу 19 века и загружить в танцы по паркету растет ежегодно. На этот раз свои заявки подали 400 человек, в три раза больше, чем раньше. Но главного танцевального вечера дождались только самые ответственные и терпеливые. Думали, что заявление не примут, и поэтому отправили сразу, но приняли заявку, отправили вовремя. И, в общем, пришли сюда, чтобы получить удовольствие, чтобы потанцевать. За месяц до проведения светского бала были организованы репетиции. Участники танцевального вечера уверяют, учиться было несложно. Педагоги в доступной форме объясняли движение и рассказывали историю происхождения различных танцев. Мы никогда не танцевали, и нам просто показалось интересно вкунуться в эту эпоху. Ведь 19 век – это расцвет русской культуры. И мне кажется, эти танцы, они так умеединяют, это все так здорово, так замечательно. Молодежный бал длился два часа. За это время, благодаря танцевальным композициям, пары побывали в разных эпохах. Зрители смогли проследить, как из века в век менялись ритмы и движения. По традиции, ребята начали с полонеза и венского вайса, перешли к рок-н-роллу и чарльз-тону. В бале я участвую первый раз. Пришла чисто для себя, я обожаю танцевать. Танцую с самого детства. Для меня это как развлечение. Организаторы, видя большое число желающих танцевать, решили в будущем не ограничиваться проведением бала только в Иванове. И мечтают, чтобы он стал областным. Мы будем уже приглашать людей из других муниципалитетов к нам сюда, молодежь приезжать, смотреть, участвовать. Или, может, синициируем проведение в каждом муниципалитете такой бал, а потом пригласим на финальный, так говорится, бал. Поэтому я думаю, что мы будем справляться, будем креативить, будем что-то придумывать, чтобы всем было комфортно, удобно и интересно. В этом году молодежный светский бал получил статус благотворительного, как это было во времена Петра Первого. Спонсоры организовали беспроигрышную лотерею. На деньги, вырученные за билеты, будут приобретены новогодние подарки для детей, находящихся на длительном лечении в областной клинической больнице. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.